хей ой с вами шевики мы продолжаем пройти ру по названию розовая пантера и право на риска мы прилетели с вами уже в индию поэтому поехали что здесь есть у нас он не выплок ракеты что это за жуткая розовая ткань двойной резки так мне нравится а тебе красиво этот наряд говорит сам за себя днем я даю коз но наступает вечер я переодеваюсь и готова развлечься точно завернуть так это ж мой обычный приклейт 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 купите мой чай самый ароматный самый крепкий чай купите чай что это чай настаиваю что ты попробовал белый хотелось бы верить ты не понял тебе чай с молоком или нет я же из кошачьих никогда не отказываюсь от молока сейчас странно как-то работает на шоке я не разбавлю изумительно это стоит денег дружок и объясняю одна серия где-то выходит меньше чем звезда малыш хотя нет собрал хочешь посмотреть как заклинают змеи я сделаю это с выгодой для тебя если ты сможешь заклинать змеи так же хорошо как я возьмешь бесплатно цветы моей жены хорошо начинает теперь ты а мне не ничем 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 что есть горячие закуски мой друг попробуй пхалку или масалодоса пожалуй чуть-чуть бхалпури немного пхал и побольше пури если можно мне пури больше понравилось чем это масалодоса так мы еще не пробовали а это значит это бхалпури очень-очень вкусно странное овощи торговит специнец ты знаешь где варанаси все равно спасибо у меня необычный репертуар на все стандарты неизвестные не спелые срочные фрукты так и что мне делать давайте попробуем твоя игра была ужасная я играл в ансамбле учительница говорила что у меня есть потенциал моей змеи ты совсем не понравился теперь я потерял ее навсегда даже если это будет стоить мне жизнь так она бежал туда погнали за ней народу сколько да так я знаю что ты здесь змеегуша я чувствую твое дыхание так сразу выделяется вот это намасте намасте детка ты не видела маленькую змейку вот такой длинный пурпурная такая накрашенная что упала то пропала значит она здесь дай мне поговорить с ней общаться уходи пантера от меня одни неприятности у него я плохая отвратительная испорченная мерзкая изворотливая как змея ты несешь какую-то чушь когда я увидел тебя на базаре посмотрел в твои глаза увидел твой ядовитый ротик ты мне показалась самой прекрасной рептилией в мире у тебя есть харизму детка не забываем а теперь собирайся пойдем домой готова я еще это посмотрю и говорите мне больше что я не умею заклинать змей место а а я хочу по народу еще больше слова так хорошо убери змейку отлично я приручил змею вашего мужа это не так то просто он сказал что вы дадите мне немного цветов нет потому что у меня к тебе больше вопросов тогда почему ты согласно кивнул головой неправда я отрицательно покачал головой друг мой пантера слушай внимательно делай как я и будешь влиятельным у нас это да у вас это нет теперь ты знаешь верный ответ учись не спеша жить по другому сказал бы я это и брату родному сказал бы я это и брату родному просто это было и все я все равно не понял и все очень просто когда качаешь головой из стороны в сторону в индии это означает да а то есть у вас все наоборот у меня ума нет у меня ума думаю что мы оба правы в какой-то степени скажи как мне добраться до варанасе я все понял а туда мне не вернуться хорошо у меня спелые сочные фрукты что мне тогда дело давайте еще тогда стараться с ним поговорим ахма 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 может он имеет ввиду хавчик значит это очень-очень до сама сала еще могут цветы взять удачного путешествия а как не отправиться арбовец специйник ты знаешь где варанаси ну и где нужно идти на восток вдруг путь далек в такое долгое путешествие нужно взять специи конечно большое спасибо могу сказать что почетно чтобы тебе я добавил много перцев свою последнюю роль режиссер посмотрел на меня и сказал малик ты самый остро характерный актер он называет меня паприк малик потому что я сыграл свою роль с огоньком и из-за моей огненной игры в любовной сцены понятно так походу я все равно никуда перемещаться не могу пиздец это скример только что был в суши ладно терпим а я сына и тихо 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 какое звучание хорошие а я еще был с полным звуком так хочу делать слышь что не врубаюсь немножко могу сказать что хочу посмотреть как заклинают змеи что делать удачного путешествия еще ты можешь тебя дать понюхать мир не меняется по воле одного что классно для тебя ужасно для него это было жутко да это был гэри кольман я его обожаю я просто вижу что дальше делать не вижу не понимаю вам давайте пока я не хочу печень предсказываю будущее покажи мне свою руку не может быть никогда в жизни не видел такой длинной линии жизни она продолжается и продолжается ты будешь жить вечно нет постой похоже мне что-то в глаз попало ты умрешь через неделю это было хорошо рука шутка там его перо забрать может тебе тоже перышко дать а ну ка я давно не весь и пираня полно весны и звезда малый а давайте на этом мужик а и что ты теперь будешь с этим делать юноша кучи кучи так на этого нельзя я очень боюсь задержек здесь происходит что-то злодейшие я все еще в бомбере отсюда далеко до варанаси далеко за 10 полосок у меня проблемы со связью здесь очень плохая погода не могу дозвониться до пилота поездом в варанаси, да? кто-нибудь знает откуда уходят поезда в варанаси со станции Виктория, я как раз иду туда, могу проводить буду прощай мой розовый друг пошли, ты опоздаешь на поезд полетели шо, песенка? давно песенок не было у одежды мне это не подходит, пардон это сари, понятно? сари напомнила мне о детстве хорошо, что здесь у нас мне ему воду нужно принести рис, что надо? ну, кокос ох вот это правильное удобрение а, это удобрение что с ними можно побазарить? далеко отсюда до варанаси хороший ответ жители этой деревхи чистят зубы моими веточками и ты тоже должен окей ох Йооооооооооо А это он во что? Оооооооооооооооооооооооооооох Это энджир how,how рассказ are? Давай веточку В карабану кладут рис в ткани Ясно Можешь его еще есть? Можешь ей воды дать? Окей Что-то не врубаюсь я Кувшин я его взять не могу Вот это правильное удобрение То же самое будешь говорить? А не Давайте еще рис возьмем Рис что надо, но больше не надо Да я не понимаю просто что же делать тогда мне Типа Эту прядь моя мама использует когда готовит карри А они отвечают Я не делал неположенное время Хорошо Привет, меня зовут Шамунда Это другое имя богини моей дружбы Мой отец тач, а мама занимается домом и работает в поле Мы живем там, пока Маня все-таки она заговорила через после каких-то дохеродействий Ты живешь в том загоне? Ты что, шмутишь? Я гуляю сама по семье Не знаю откуда ты, но здесь коров боготворят Образно говоря Я делаю что хочу Хожу куда хочу И ем что хочу Это справедливо Конечно Я даю им молоко А молоко тебе не вода из ложи Можешь не объяснять мне Про ценность молока Пантера Меня жаждам Принеси мне что-нибудь попить Ладно Сможешь? Ну если он кувшин даст? Добро посолить Ты знаешь, что в Индии розовые, это цвет приветствия, розовая пантера, ты здесь желанный гость. Спасибо. Я так занят, даже нет времени перекусить, не успеваю со своей работой. Прошу прощения за эти непристойные звуки, мой пустой желудок даёт о себе знать. Но у меня как раз есть литинжин. О, спасибо тебе. Если я могу быть полезен, попрощайся. Ну, можно взять? Помнишь, ты разрешил обратиться к тебе, если мне что-то понадобится? Конечно, ты угомонил мой разбушевавшийся живот, и за это я твой должник. Что ты хочешь? Как насчёт небольшого горшка? А горшка небольшого? Прости, ну конечно. Наберём водички. Спасибо тебе, в горле совершенно перешохло. Мама, мама! Что, дорогая? Нам нужно немного молока на ужин. Конечно, дорогая. Ты хочешь подарить её? Ну, даже не знаю. Дари, дорогу! Дай, это не знаю. Получается! О-эй! Не могу это делать целый день! Друг, это самый большой удой за многие недели. Прошу тебя, оставайся пообедать с нами. Спасибо, с удовольствием. Ну, погнали, похаваем. Я не успеваю с обедом. Можешь мне помочь? Как? Мне нужна вода, рис и специи для карри. Всего-то? Да, смотри, не забудь. Ну, вода, могу я ее принести или нет? Интересно. Сейчас, он не даст второй. Слушаю тебя, пантера. Можешь дать мне еще один горшок? Да ну, последний раз. И подведем черту. Мне же надо, на что дожить, приятель. А ну, все, тогда отлично. Вот, тогда все отлично. Да, мы поднимаемся в воду. Мне нужна вода, рис и специи для карри. Так, ну, воду мы дали. Теперь дадим рис. Спасибо, а сейчас мне нужна специя. Карри называется. И специя. Вода, специи и рис. Есть все, что мне нужно для подписанного карри. Жарко. Обедаем на улице. Обедать. Обедать. Они? Нет, сначала поедим мы. Потом моя мама и Чемунда. А затем моя жена. Ну, почему? Мужчинам нужны силы. Мы должны быть здоровыми. Потом будут есть мать и незамужняя дочь. Нельзя допустить, чтобы ослабла незамужняя дочь. Кто тогда возьмет ее в жопу? Потом поест моя невестка. У нее уже есть муж. Да здесь все не совсем так, как у нас. Совсем не так, как у вас. Если Чемунда заболеет, что я напишу в брачном объявлении в газете Хинди Таймс? Худой, болезненной девочке с сильным кашлем требуется муд. Много ли предложений я получу? Скажи, а ты дружишь с девочками, которые живут через дорогу? Вы когда-нибудь приглашаете их на обед? Они не могут прийти к нам на обед. Их мама не против, но отец возражает. Они брахманы. Брахманы? Их отец жрец. Брахманы – высшая каста в иерархии. А что такое каста? Не могли бы вы объяснить мне просто, но понятно. Лучше, если споете. Брахманы. 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 Так, а цветово так еще не полушитых. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, как раз цветочки. Куда можно приходить не индусам? Намасте! Так, а теперь... А теперь... Цветы юзаем. Мне казалось, что тебе нужны бархатцы, а это лималки. Я знаю, где можно достать бархатцы, но это очень далеко. Нужно совершить длительное путешествие на поезде. Назад, бомби! Раслана, иди! Все? Вот чем мне нравится бархаткам, что я могу вовремя, типа, запись останавливать, там, котам, котов выпустить с комнаты. Не хочется вырезать, ничего такого. Ну, хороший пример. Котик снова. Ты вернулся так быстро? Намасте! И тебе, привет. Сделай одолжение, побудь здесь немного. Мне может понадобиться твоя помощь, чтобы добраться до станции Виктория. Хорошо. Так. Ох уж эти... кошаки. Так их радовать. Большой пробел в коммуникации. Так, мне нужны цветочки. Поехали. У вас есть бархатцы? Конечно. Умоляю. Я только что из Варанаси. Мне нужны бархатцы, чтобы бросить их в реку Ганг. Варанаси. Священная река Ганг. Конечно, конечно. Ой, все оказалось просто. Постой. А откуда мне знать, что ты действительно бросишь эти цветы в священные воды Ганга? Мне нужны доказательства. Чем он мне поможет? Не знаю. Чем он мне поможет? В чем проблема? Ты отличный психолог. Подтверди, пожалуйста, что бархатцы мне нужны для того, чтобы бросить их в священные воды Ганга в Варанаси. Ты многого от меня хочешь? Ну, ладно. Я помогу тебе, Малли. Просто ты такой миленький. Ты знаешь правила? Покажи мне свою лапу. Я великий предсказатель. Пантера говорит правду. Он только вернулся с берегов Ганга и... Что-то мне не очень удобно, Пантера. Ты не мог бы встать на одну лапу? Может, мне станет поудобней? Так на чем я остановился? Да. Все видно совершенно отчетливо. Пантера должен броситься на бархатцы в реку Кам по просьбе одной девочки. Истинная правда. Спасибо тебе. Не за что. Я пришлю тебе... Что ты пришлешь мне? Аааа. Аааа. Найс. GG. GG. Так, где там розовая пантера? Да, вы видите, уже есть следующая игра. гейм давайте подсчет я дождусь и отлично чехол подтверди пожалуй попробуем я пришлю тебе почему когда звук пропадает что я не поверила тебе прошу тебя узнай как там шива почему когда минус минус звук все минус скрипт почему вообще звук ломается я как раз покажу тебе честно нет у тебя потрясающее чувство времени поехали только взгляд пошлик уже льги сырья закончилась почти 50 минут на это твоему дедушке ими здесь у нас ужасная погода я должен обсудить с тобой нечто очень важное посылаю транспорт ты слышишь меня что-то зловещее происходит в лагере звонкое эхо-хо я это чувствую окей ребят давайте короче я думаю на этом закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте если вдруг там будет немного next серии то мы с вами вот эту порежем на несколько и все поэтому всем пока